История христианства История христианства История христианства Иногда Израиль попадал в очень серьезные проблемы. И казалось все, народ Божий отступил полностью, никого нет, кто бы чтил Бога. Казалось, что все, погас свет Божий. Но были такие герои, как Илья. Были еще и тысячи тех, кого Илья не знал, но кто колен своих предвалом не склонял. Кто был частью отступнической системы, жил в тогдашнем уже отступническом иудаизме. Ведь кроме Ильи открыто никто не выступал против этого безбожия, против многобожия идолопоклонства царившего тогда. И только лишь один Илья был на передовой. И ему казалось тогда, что он один остался во всем Израиле. Кто бы оставался верен Богу, кто бы чтил Иегову, кто бы противостоял идолопоклонству многобожию. Но Господь знал еще и тысячи других, которые, я не знаю как, но они, будучи, да, частью отступнического иудаизма, но однако же, они своих колен перед валом не склоняли. Каким образом, я не знаю. Может быть они сфигы в кармане, как говорят, перед валом становились. Я не знаю, как они вообще мыслили, эти люди, но они были частью отступнического иудаизма тогдашнего, но они были остатком настоящего Израиля. И сегодня также, порой в деноминациях, очень далеко отступивших от истины, отступническом христианстве, мы можем найти сотни, тысячи, десятки тысяч людей, которые на самом деле своих колен перед валом не склоняют. Это очень интересная история. И если ранние протестанты, я вчера вспоминал немного о протестантах ранних, Лютер, Кальвин, Свингли, Анна Баптисты, вот эти пионеры реформации 16-го столетия, если они довольно-таки упрощенно, плоско понимали идею как раз именно церкви, и они очень так примитивно рассуждали, в общем-то, говоря примерно так, что вот блудница вавилонская это католическая динаминация, невеста это воссозданная, вот это лютеранская церковь, кальвинистская церковь. И поэтому для христианина предлагался очень простой вариант. Выйти из церкви блудницы, то бишь традиционного католицизма, и присоединиться к новообразованной, там нововоссозданной, лютеранской или кальвинической, или там, допустим, бавтистской церкви, и говорили, все, ты теперь часть невесты. Но прошли столетия, и многие протестанты осознавали и осознают, что теперь, что не по динаминации проходит этот водораздел между козлами и овцами, между блудницей и невестой. Иисус, он говорил, что не будет два поля, знаете ли, которые даже на глазок будут видны, сорняки и злаки хорошие. Он не говорил об этом, он говорил, что будет все вперемешку. И мы также видим, на самом деле, сегодня в христианстве, порой в церквях, казалось бы, максимально приближенных к библейской модели христианства, много всякого рода людей, и не только добрая рыба, но и та негодная, которую Господь, как говорится, не Богу свечка, не черного черга. Но, с другой стороны, мы можем видеть отступнические вроде бы структуры, вроде бы участок поля христианства, сплошь сорняки, но и там проклевывается доброе зерно, и туда Господь смотрит и видит свои дочерей и сыновей. Слава Богу! Экклезиология Иисуса Христа, она очень сильно отличается от учения церкви, наших человеческих динаминаций, чаще всего, наших взглядов. И потому как Бог видит все, и Он знает все, Он видит всю картину великого сражения, великой грандиозной битвы тысячелетий. Слава Богу! Слава Богу! Вчера ночью и вот на сегодня днем. И знаете ли, что скажу, что люди очень разные пишут комментарии, очень разные пишут вопросы, и я не смог даже все там посмотреть, просто куча всяких вопросов пришла, и пожелания там, и кто-то негодует, кто-то там благоставляет, кто-то проклинает. Непонятна такая ситуация, доказатели. Ну, как рабочая ситуация. И, как всегда, хуже, когда христианство наше ни рыба, ни мясо, знаете ли. Так вот, и, кстати, даже из практики я скажу, что проще работать с теми людьми, кто, ну, допустим, даже прям именно гонит, открыто свою позицию высказывает, такую негативную. Очень часто среди них, потом, я встречаю своих товарищей и друзей. Бог делает их порой единомышленниками и соратниками, слава Богу. Но хуже всего, это, знаете, такой, как в народе говорят, пофигизм, когда вот теплота такая, да, когда, значит, вроде бы, а, все хорошо, все нормально, стерпится, слюбится. И, господа, все-таки вернемся в тему древнего христианства. Вчера я говорил о первом периоде, помните ли, да, истории церкви, потому как времени у нас немного, я говорил, что с 30-го по 313-е годы ранее христианство очень сильно отличалось от того, что было потом в церкви исторической. Почему? Потому как в это время церковь была независима, церковь была не подконтрольна государственным структурам, церковь распространялась в условиях конспирации, подполья, в глубоком подполье работали наши братья тогда. И в условиях вот таких гонений через самую такую широкую сеть вот этих конспиративных яблочных квартир, еще там таких домашних собраний, ячеек, христианство очень активно распространилось, чрезвычайно. Аналогия может быть только вот в современном Китае, допустим, в других некоторых странах. И сегодня Господь вновь возрождает вот эти вот, опять-таки, древнюю структуру в церкви. Некоторые думают, что ячеечная структура церкви это нечто новое, на самом деле это хорошо забытое, старое, то, что было изначально в христианстве, до чем христианство жило первые столетия и дышало. Слава Богу! И, кстати, жизнь показала тогда, что это очень эффективная структура, очень сильная церковь, не большими мега-собраниями даже, а вот именно небольшими такими мобильными группами. Слава Богу! И если большие собрания, допустим, мега-церкви, то просто-напросто гонители могли бы очень быстро всех арестовывать и уничтожать христиан. Но под их выявили целую сеть конспиративно таких яблочных квартир по всему Риму, по Италии, по другим странам, провинциям Римской империи. И, в общем-то, христианство очень мобильно распространилось, и даже за пределы Римской империи. В это время не было икон, в это время не было молитв Богородицы Святой. Я вчера говорил немного, что вообще даже в ум не приходило христианам молиться, допустим, матери Иисуса Христа, его друзьям-апостолам, каким-то мученикам-преподобным. В это время христианство, в общем-то, оно не знало ничего подобного, что потом, к сожалению, узнали христиане. Как христиане узнали об этом, и как в христианство пришла эта ерес, я немного сегодня расскажу. В христианстве не было икон, не верьте тем словоблудам, что говорят сегодня, мол, вот, мол, Иисус рисовал свой автопортрет, значит, обмакнув в полотенце лицо свое, да. Я вчера говорил, что эта легенда, она возникла лишь в восьмом столетии. Первых семь столетий христиане ничегошеньки не знали, даже близко. И, мол, якобы Иисус, он обмакнул полотенце, отдал художникам, которые не могли его изобразить кистями, там, красками, и они передали Агаринскому, там, арабскому правителю одному, значит, и тот у себя, якобы, в дворце повесил, и прочее, прочее, прочее. Кстати, впервые о переписке Агаринского царя с Иисусом, или о письмах, по крайней мере, Иисусу, и, значит, об похожей ситуации, было написано еще в начале четвертого столетия, значит, первым историком христианства. Но ничего не говорится абсолютно ни о какой живописи, никаких портретах, ни о каких там этих нерукотворных образах и прочее, прочее. Лишь в восьмом столетии при дворце дамасского халифа Далмелека первый визирь записал такую историю. Этот мансур, впоследствии ставший ианном, дамаскиным знаменитым ианном из Дамаска, первый визирь, он стал впоследствии святым преподобным православной церкви традиционной, и именно его, Перу, принадлежат подобные мифы. Этот и подобные другие мифы. Так вот, и первые 300 лет христианства не знал этого, потом я говорил, что в 431 году произошла трагедия, Третий Вселенский собор. Если первых два Вселенских собора, они оставались вероучительно на библейских позициях, то на Третьем соборе была большая проблема. Я уже сказал вчера, что еще лет за 50, за 40 до этого собора, в конце самом четвертого столетия, было интересное происшествие. На Кипре, Епифаний Кипрский, разговаривал с гостями с Африки, северо-восточной Африки, которые распространяли, по сути, новые откровения, новые учения в христианстве. И они смущали киприотов, христиан, тем, что говорили, что вот, мол, в пустынях отцам является то Мария, то еще ангел такой, и убеждают, что христианам можно и даже нужно молиться не только лишь Богу. Что мы, как бы, уже переросли это все, что мы знали первых, там, почти четыре столетия. А теперь пришло время новых откровений, и что якобы можно молиться не только Богу, не только Отцу, Сыну, Святому Духу, не только один Иисус, ходатай, посредник, но якобы Мария, как мама Иисуса Христа, и, по крайней мере, ближайшие его соратники, друзья, апостолы, двенадцать апостолов, уже якобы духовно восседших на престолах судить Калина Израилева, вот к ним уже можно обращаться, то есть бюрократия небесная усложняется. Павел пишет, первый постаник Тимофею 2.5, вспомните ли, 1 Тимофею 2.5 написано, «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех». И вся Библия Нового Завета говорит нам об одном ходатайе, посреднике Иисусе Христе. Ни в ком он у меня нет спасения, сам Христос сказал, что я из путь истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, кто лишь через меня. И в голову не приходило никому до того молиться, кому бы то ни было, помимо Господа Иисуса Христа. Христиане жили Христом, и в общем-то потому они назывались христианами, а не марианами, или Аполосовыми, или Кифинами, или Павловыми. Нет, они назывались христианами, и здесь все было понятно. Но началось смущение умов в конце 4-го столетия. Святитель Епифаний Киборский, святой официальный православный католических церквей, ответил очень достойно этим африканским гостям, сказав, что ее, Марию, должно почитать или должно уважать. Но никто не должен молиться ей. Молиться Марии, молиться кому бы то ни было, помимо Господа, Епифаний считал ересью. И так считали отцы, капотокийцы, Ян Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Кирилл, патриарх Иерусалимский, знаменитое огласительное училище Иерусалимское, то есть, приготовленное к крещению как раз. Кстати, педобаптизма тогда даже и не было, даже и не пахло. Педобаптизм, как именно крещение младенцев, крещение младенцев, педобаптизм, это пришло как раз примерно в это время, как раз начало 5-го столетия. В конце 4-го этим даже и не пахло. И это подтверждают даже официальные православные и католические источники, что в конце 4-го столетия не было практики крещения младенцев. Единственное, что была практика крещения детей в некоторых церквях, не во всех, но в некоторых церквях крещение детей было. Но детей какого возраста? 14 лет, 15, 16 лет, но не ранее. Но большинство восточных церквей держалось в другой практике крещения примерно в 30 лет. Расценивая крещение до 30 лет как именно исключение из правила. Поэтому были некоторые спорные вопросы о крещении. Но ни на Востоке, ни на Западе не было практики крещения именно младенцев, тех, кто не мог веру свою исповедовать и веру свою именно исповедовать пред людьми, что он христианин или она христианка, что верит в Иисуса как Христа, спасителя своего, Господа своего. Это было нормально. Те же самые, кстати, Иоанн Златоуст, да, уже упомянутый, Василий Великий. Они были крещены, им было за 20, им еще было около 30, так, примерно, каждому из них. Григорий Богослов, то же самое, Кирилл Иерусалимский, другие отцы. Мы можем взять биографию любого из отцов конца 4-го столетия и не найдем ни одного упоминания о том, что они были крещены в детском возрасте. Некоторые возражают малограмотные православные или католические христиане, говорят, но это было время, когда их родители были язычники, и они, как бы, значит, поэтому были крещены в взрослом возрасте. Ерунда все это, не верьте этим базам. На самом деле, биографии, мы можем почитать чей-то именее, книги, биографии, значит, именно этих отцов, и мы видим, что их родители были христианами. Больше того, у Василия Великого не только его родители были служителями церкви, христианами, но и были служителями церкви. Значит, потом его бабушка, дедушка, если не ошибаюсь, с двух сторон, с обоих сторон, и по маме, и по папе, тоже были служителями церкви. Его прабабушка, прадедушка были тоже служителями церкви, диаконисой и, значит, пресвитером церкви. Он был служителем, если не ошибаюсь, сейчас могут мне поправить православные отцы, в пятом или в шестом уже поколении служителем. И он был крещен, порядка 30 лет уже было ему, когда он был крещен. Далеко за 20 было ему. И так же было в жизни других отцов церкви. И скажу, что педаваптизм, как ересь, именно как крещение младенцев, как практика, это нехристианское явление в христианстве, пришедшее извне, благодаря политическому заказу. Благодаря тому, что императорам была нужна церковь уже бесхребетная. Церковь, которая была, скажу так, государственной структурой религиозной, но не верой, скажу так, живой верой. И об этом чуть позже, все-таки о соборе 431 года. Что же там произошло? Почему этот собор можно назвать одним из самых трагичных вообще в истории христианства, мирового христианства? И почему эта дата, этот год может быть назван смело, именно, ну, таким самым роковым в истории христианства? Дело просто в том, что до того самого собора, ни на первом, ни на втором соборе, ни на каких других там поместных собраниях, допустим, церкви, по соборах церкви, никогда не ставился вопрос о том, что можно молиться кому-то еще помимо Господа. Но впервые этот вопрос прозвучал именно в 431 году. Вы скажете, ну, как же так? Почему до того ни на вселенских, ни на поместных соборов ничего такого близко не было, и вдруг прозвучало, и было принято, почему так быстро? На самом-то деле не все так было гладко, не так все было просто. Дело в том, что я расскажу вам такую историю, малоизвестную. На самом-то деле их вот этих соборов в 431 году было два. Почему два? Так получилось. Один был 22 июня, другой был 26 июня. В одном и том же городе, это был город Эфес, в городе Эфесе, там где церковь была Павлом насаждена, да? Послание к Ефесянам вспомним мы, да? Первое послание к Ефесянам Павла, да? Потом второе послание к Ефесянам уже самого Иисуса Христа. В книге Откровений есть послание Эфесской церкви. Сам Иисус послание свое дает церкви Эфесской. То есть, Эфесянам было слово Божие обращено через Павла, через самого Иисуса. Было сказано через Иоанна. И Эфесская церковь росла, но именно Эфес был издревле известен своим безобразнейшим культом Богородицы, знаменитой Артемидой Эфесской. В общем-то, на самом деле, культ Богородицы, я вам приоткрою, может быть, тайну для некоторых из вас, но культ Богородицы, он ничего общего с христианством не имеет. Я также хочу к нашим зрителям сказать, что надеюсь, что среди них есть много благоразумных как раз христиан, которые сегодня вопрос такой могут на себя поставить. Но как же так? Почему я не знал или я не знал об этом раньше? Да, к сожалению, очень часто нас вводят за нос, религиозные аферисты. Очень часто люди, знаете ли, просто на веру принимают то, что им передали в их динаминации. Я был также, к сожалению, заложником своей динаминации, своих представлений вот этих религиозных. И мне и в ум тогда не приходило, в 88-м году, когда я начал свое служение, полное служение уже в церкви, в храме, читал, пел на клиресе, руководил хором и помогал священнику. И мне тогда в ум не приходило, что то, чем мы занимаемся, это есть нечестие. Мне и в ум не могло прийти, что то, что мы молимся Богородице, там и поем, там ей, Пресвятая Богородица, спаси нас, там, святители очи Николая, или все святи, молите Бога о нас. Мне и в ум не приходило, я это любил петь, что это, в ум не приходило, что это является, ну, такой ересью. Хотя перед тем я вопросы таки задавал, таки некоторые каверзные батюшки, тогдашнему моему отцу Иоанну, духовному наставнику, но он мне сказал примерно следующее, ну, Сирожа, он мне назвал Сирожа, он там в Западной Беларуси был, Сирожа говорит, ну, ну, то что, самый умный? Интересный вариант такой, да? Конечно, да, особенно в советское время это считалось чуть ли не формой проклятия, самым умным быть. Обычно куда самый умный попадали, да? В Сибирь? Да, с незапамятных времен. Как только лишь в России кто-то начинал думать своей головой, его сразу куда? Подальше? Или на Салатки, там, в Сибирь, куда-нибудь еще? Вот, и что получалось, значит, мне батюшка сказал так примерно, тот отец Иоанн, он хороший священник был, он верующий, знаете ли, священник. Как в том анекдоте, да, значит, когда, значит, бабушки общаются между собой и говорят, к нам батюшку пристали, молодой, красивый, поет, хорошо, службу правит, даже верующий, говорит. Вот, и он был, значит, верующий батюшка, значит, и он как мог, как он понимал, он любил Бога, и... Но он искренне заблуждался, и его искренность меня подкупила, значит, потому как я приходил в другие храмы, и мне приглашали, должно работать в другие храмы, некоторые в самом городе Орле уже, но я избрал этот храм сельский на окраине города, хотя там было грязь по колено, и надо было там идти по бездорожью, но к этому храму пробираться, знаете ли, на куличке куда-то там переться, но мне нравилось туда ходить, потому что батюшка, он там не пил, не курил, не гулял, значит, то есть, ну, и вел моральный образ жизни, и он молился, и не просто там, знаете, там... А он читал, и он... было видно, да, было ясно, что он об этом и это имеет в виду, то есть, он читает молитву, он именно этими словами и молится, как бы. Часто он плакал, значит, на молитве, значит, он такой очень переживательный был батюшка, он уже больше 50 лет тогда был священником. Нет, были другие старые священники в епархии, я их знал тоже, старых священников, но они были никакие совсем, они... без водки у них разговора, никакого не было нормального, и все разговоры были только лишь о женщинах, о деньгах, значит, о чем еще... Ну, я не хочу и судить, бог им судья, но я прилепился не к тем, знаете ли, пить я не любил, значит, разговоры о женщинах для меня были чужими разговорами, вот, а искал я Бога, и мне хотелось вот с этим священником больше времени проводить, и поэтому я старался все время к нему, так вот, знаете ли, приходить, но он искренне заблуждался, я сейчас понимаю это, священник этот порядочный священник, моральный образ жизни вел, и он старался служить Богу, как он понимал, он служил, правил хорошо, но, знаете ли, он также меня заразил вот этой ересью, умолился Богородице, я тоже вначале ничего не чувствовал, знаете ли, я вначале только лишь к Богу обращался, а, ну, думаю, ну, а это все, как, знаете, как оформление, как вот есть драгоценный камень, а есть оформление его, но, знаете ли, со временем меня стало пробирать что-то, какое-то чувство, я молюсь, допустим, Богородице, и как-то вот, как-то что-то такое касается, и слезы наворачиваются, как-то молюсь, как-то, и какие-то ответы приходят, и я уже связываю их вот с этой молитвой Богородицы, если раньше все с Богом у меня было связано в моем, как бы, в моей голове, в моем сердце, как-то, ну, Христос, Бог, все было понятно мне, то такая каша началась в моей жизни в 88-м году, когда я стал молиться очень активно, она, знаете, как прорвала, вот молиться Богородице, святым, и это было очень серьезной проблемой в моей жизни, и только лишь в 96-м году тогда сельского священника меня Бог просто помиловал, открыл мне Слово Свое, и, открыв вновь Библию для себя, я увидел, что у меня очень большие проблемы, и слава Богу, что Господь пробудил меня тогда, и вот с того самого 96-го года, вот до сегодняшнего дня, я не молюсь никому другому помимо Господа. Мне помогла пара правды библейская, истина евангельская, как написано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. А второе, что помогло мне в жизни, и что, я думаю, поможет очень многим также, истина и правда историческая, она очень помогает освобождаться от всякого рода религиозных заблуждений, предрассудков, суеверий, колдовства и прочих. Мне очень сильно помогло, и, надеюсь, поможет многим людям также. Так вот, я узнал интересный факт из истории, что первых четыре столетия христиане не имели практику молиться кому-то еще, что из Африки пришла эта ересь. Я не расист, у меня много друзей черных, и, знаете ли, как говорил великий американский реформатор, значит, Мартин Лютер Кинг, чернокожий, баптистский пастор, он говорил, хотя у меня черная кожа, но у меня белое сердце, но я знаю многих людей, у которых белая кожа, но у них черная сердца. И, знаете ли, я не расист, и я не смотрю на то, что там, я говорю, у человека черная кожа или белая кожа. Я говорю, у меня много друзей черных, чернокожих. Но скажу, что именно из Африки пришла эта ересь в историческое христианство. И я даже догадываюсь, почему это произошло именно в Африке. Дело в том, что к тому времени христианство было уже повсеместной государственной религией. Но в Африке оставались секты и школа гностицизма, гностиков. И это было не просто совпадением, что именно там, в Африке, зарождались эти ереси. Гностицизм наложил свой отпечаток на христианство, африканское христианство тогдашнее. Именно там, господа, именно там, в Африке, в северо-востоке Африки, зарождалось монашество. Я сегодня и завтра о нем что-то еще немного расскажу по ходу. Знаете ли, а может быть даже и специальное время выберу для этого. Но монашество, зарождение монашества произошло как раз именно в 4-м столетии. Монахом номер один называют и отцом-основателем католического, православного монашества, называют Антонией Великого, который жил в 4-м столетии. То есть до 4-го столетия не было монашества, он был монахом номер один, первым монахом. И у него были ученики, последователи, жившие также в пустынях. И все это фактически школа гностицизма. И все это вышедшие из гностицизма чернокожие христиане, которые, к сожалению, пронесли, пытались пронести в христианство всевозможные гностифические ереси. Кто такие гностики? Знаете? Проще расскажу. Гностики буквально как знайки. Знания. Гностики – это всякого рода сектанта. Кстати, я вчера вспоминал одного из этих гностиков, некто Карпократ. Еще во время гонений, когда наших братьев бросали к львам на растерзание, и их потехи ради, был некто Карпократ. Он был гностиком. О нем пишут Ирины Леонские, другие отцы ранее. И Карпократ был гностиком. Он считал, что Иисус – это не уникальное воплощение Логоса, Слово, как написано, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. А Иисус – это одно из многих воплощений Христа, Логоса. И после Иисуса он считал самого себя, Карпократа, тоже Христом. Таким же Христом, таким же воплощением Логоса. То есть, как бы, ну, это была ересь чистой воды, конечно. И еще скажу, что гностики были разные, но их объединяло нечто такое в учении общее. Что? Они считали все видимое, как бы, да, злом. Материальный мир считали злом. Духовно невидимый – добром. Интересно. Считали, что невидимый мир или невидимые миры был создан Богом, или же Богами высших, там, этих ионов, областей. Да, а видимый вещественный мир, материальный мир, был создан дьяволом, или же Богами низших ионов. И потому все материальное, физическое, они рассмотрели на это как на зло, само по себе. Особое зло, в их понимании, особым злом являлась женщина, особым злом являлись вообще сексуальные отношения, семейные узы. Они рассылали как величайшее зло. Значит, рождение детей на земле не считали величайшим тоже злом, потому что зачем, как бы, значит, на страдания рождать детей, как бы. Значит, и много-много всего остального. Идеалом они видели, кроме строго вегетарианства, они видели именно самоубийство. Но не быстрое, знаете ли, взял и покончил с собой, а медленное. Медленное, они назвали это очень красиво, самоумершление плоти или аскеза. Они назвали это медленным самоубийством. То есть, есть, как говорится, два раза в неделю, и то очень скудно. Спать на голой земле и фактически на дешом, чтобы простыть хорошо. Одеваться днем в очень такую чесучую, колючую одежду. В нее вшивались крючки, которые впивались в плоти при малейшем движении, вызывали жуткую боль и разрывали тело. Значит, там цепями обматывались, хлистали себя. То есть, именно сам занимались медленным самоубийством. И это считалось идеалом. Человек, доведший себя до самоубийства таким медленным путем, считался героем. Это считалось подвигом. И гностики, в общем-то, друг перед другом, они просто-напросто отличались таким религиозным, санамазохизмом, что ли, каким-то. Доходили до иступления. И у них считалось, чем хуже, тем лучше. Мыться, они считали это знаком, ну, не духовного человека, значит, плоского. Духовность у них, как говорят, как в Украине говорят, ашпре. Знаете ли, духовность какого рода? Они не мылись, принципиально не мылись годами, десятилетиями, не стригли ногтей. И считаю, что это является тоже признаком такого плоского... То есть, вот как это все растет, так и растет. Как пахнет, так и пахнет. И, кстати, там в рассказах о ранних монахах, там было написано однажды, что однажды, значит, монахи, друзья, встретили, нашли в пустыне одного монаха и застали его за преступлением. Он лил воду на ноги и решил ноги помыть. И они его осудили, как преступника, как именно отступника, что он терпел, там лет 10 не мыл ноги и вдруг решил помыть ноги. И они застукали, и вы сказали, что брат, у тебя проблема, ты в отступничестве находишься. Да, значит, и, конечно, один из этих аскетов, он отличился тем, что у него ногти были настолько длинные, они кольцами. На ногах и на руках были кольца у него. Вот когда его сняли со столба, Семен, я о нем попозже расскажу, то старались его очень аккуратно спускать, чтобы его ногти не отвалились. Потому что их было очень трудно не опломить, они были просто невероятных размеров. Значит, и он был волосатым, говорят, что его волосы были длиннее, чем его тело, там, в два или даже больше раз. Значит, он был лохматым, волосатым и когтястым, и жил на столбе. Вот такое житие его, да? Житие мое, говорит. Житие твои, говорит, пёс смердящий, говорит. Знаете ли, вот это всё считалось духовностью, это всё считалось добродетелью. И вот если бы спросили бы таких вот, как назвать их, братьями трудно назвать их, но, как бы, ну, людей такие, да, homo sapiens, по крайней мере. Значит, спросили бы, вот ты человек разумный, да, значит, скажи, зачем оно тебе надо? Для чего ты это всё делаешь? И вы бы удивились, услышав такие ответы, что спасаю свою душу, искупляю свои грехи, спасаюсь, зарабатываю Царство Небесное, верю, что через эти страдания Христос, как бы, Бог, там, и как ещё они могли объяснять, Он помилует мои грехи, простит меня и в Царство Своё впустит. Да, в таком виде Ему в Царство вход заказан, конечно, да, я так скажу. Вот, но не в то Царство, не в Божье Царство, однозначно. Вот, ему скажут ангелы, вначале, брат, помойся хотя бы, значит, там, как бы, береги себя в порядок. А потом уже поздно ломиться, уже, после драки кулаками не машут. Вот, и вообще-то, вот, гностицизм ещё чем отличался? Их объединяли, кроме вот этих сумасбродных идей, идеологий, их объединял ещё антисемитизм. Как правило, все вот эти вот секты, все эти группы и религии гностические, они жутко ненавидели евреев, и всё, что связано было с еврейским народом. Некоторые гностики доходили до буквально маразма, утверждая, что все народы якобы созданы Богом или Богами высшими, кроме еврейского, который был создан дьяволом. Больше того, некоторые гностики, в частности, александрийские, африканские гностики, ещё во 2-3 столетии договаривались даже до того, что называли Бога Ветхого Завета дьяволом. Значит, и о Бога Нового Завета именно Богом Хорошим. Бог плохой и Бог хороший. Ветхий Новый Завет. Я не буду дальше говорить о других глубинах сатаминских, оно вам не надо, как бы, но я скажу, что уже даже это сказано достаточно, чтобы понять, что гностицизм – это откровеннейшая ересь. Больше того, чаще всего презирали слово Божье, самую Библию. Ну как же можно её почитать Божьим Словом, если там столько много говорится, допустим, о жертвоприношениях. О самом Христе, что он там даже рыбу кушал. Ведь это ж, знаете ли, любого гностика передёрнуло бы. Как можно есть рыбу Мессии, Христу и прочее, прочее, прочее. Как он мог быть обрезанным вообще. Это ж вообще не Божье постановление и прочее, прочее. Но, господа, гностицизм – это, казалось бы, древний ересь. А зачем нам надо сегодня, в 21-м столетии, да, об этом вспоминать? Но дело в том, что гностицизм, он не просто цирк, который уехал, да, он после себя что-то оставил. К сожалению, остались вот эти вот лжеучения определенные, которые посеяны были тогда в глубокой древности. И монашество в христианстве – это антихристианское явление внутри христианства. Это гностицизм в христианских одёжках. Гностицизм, который напялил на себя, получилось очень уродливо, но, однако же, до сих пор выдаётся всё это за христианство. И именно на северо-востоке Африки это произошло. Много чёрнохристиан, к сожалению, чернокожих христиан, к сожалению, вот тогда на северо-востоке Африки они это всё выдавали за христианство. И монахи, приехавшие в Эфес 22 июня во главе с Кириллом, этим величайшим пройдохой, религиозным аферистом и лжеучителем из Александрии, северо-африканским лидером, от него даже неверующие историки, просто в шоке от его биографии, карьерист и человек, шедший по главам, значит, к власти. Вот он был лидером этих немытых, грязных, вонючих пустынников, которые привезли сумасбродные откровения, перечёркивающие всю Библию. Они провели собор 22 июня. Легко запомнить, фашистская Германия напала на СССР 22 июня, для удобства, если забудете. Кирилл, патриарх Кирилл Александрийский, он был лидером северо-восточных христиан, он был патриархом Александрийским. Человек, который просто-напросто вступал в преступный сговор, человек, который просто-напросто под подкупом, лестью, обманом действовал, и фактов более чем достаточно, его именно такой деятельности, не христианской явно. Но, однако же, до сих пор его называют святым в православной и в католической традиции. Ради чего? Ради того, что он протолкнул в христианство идею многобожия. Ради того, что именно он с африканскими делегатами идею, что можно молиться христианам, кому-то еще помимо Господа, он ее легализовал в христианстве. Он приехал в Эфес раньше всех остальных патриархов. Это был Вселенский собор. Должны быть все патриархи собраны, представители других школ библейских, учителя, епископы. Но он приехал раньше с африканскими делегатами. Он взял больше для массовки количества, хотя было говорено меньше количества людей. Но он взял больше для чего? Потому что он понимал, что в честном разговоре с Библией в руках он даже одну минуту не выдержит. Его ересь будет просто обличена сразу. Его освистают, как господина президента, премьера, недавно освистали. Вот просто люди скажут, что все, нельзя так больше делать. И его просто не пустят больше на Вселенский собор. И Кирилл, поэтому он решился на хитрость, на подлость. Он приехал раньше, приехал раньше назначенного срока. И 22 июня, не дожидаясь никого абсолютно, он вопреки даже представителю императора заявлению, он провел заседание Вселенского собора. И постановил, что так и так, мол, что надо молиться еще и Богородице, и апостолам, помимо Иисуса Христа. На чем основывались вот эти выступления спикеры этой конференции 22 июня? Вот тому-то виделся сон, тому-то виделось видение, тому-то привидение. Ничего общего с Библией, с Писанием даже не звучало вообще. Если на первых двух соборах решения соборов были основаны на Писании, то здесь исключительно на опытах, мистических, спиритических опытах общения с умершими, в частности с Матерью Иисуса, и общения с ангелами. Так вот, местный митрополит Эфесский Мемнон, он также поддержал африканцев. Его речь сохранилась. На этой конференции он главную мысль выставил следующим образом, что, мол, не зря его идея выступления, главная была какая, не зря, мол, не просто совпадением является, что именно в Эфессе собрался этот собор. Потому что Эфесс издревле был известен культом Богородицы, Богородицы Артемиды, преснодевственной, то есть родившей, оставшейся девственницей Артемиды Эфесской. И ее храм в Эфессе некогда был одним из семи чудес света. 120 мраморных колонн, и все это было украшено основной костью, золотом, серебром. Сотни священнослужителей тогда языческих проводили церемонии, обряды. Это было некогда в Эфессе. И Эфесс приходил в упадок, но все помнили, еще старые люди говорили, что вот, великий был культ, Великая Богородица Артемида, она была прославлена здесь некогда, а теперь забыта. Так вот, на чердаках, будем так говорить, у обывателей хранились еще бабушки, дедушки, идолы. И, в общем-то, вот эти атмосферы ожидания возвращения этого культа, она была в Эфессе, но ее открыто не решались высказывать, но Мемнон Эфесский решился огласить это ожидание. И он сказал, что, мол, у евреев, Мемнон был тоже антисимитом, кстати, он камешек в Огород Израиля тоже бросил. И он говорит, что вот у евреев там были пророки, но мы тоже не лакомшиты. У нас тоже было много всего хорошего, и Сократа, и Аристотеля, и прочее. А у нас, а у нас, а из нашего окна Африка видна, да? Так вот, и он сказал, что, мол, а у нас, у неевреев, были предугадывания, предчувствия, прорицания, что является не меньшим чудом, чем пророчество. И якобы наши предки, наши бабушки, дедушки, молясь Артемиде Эфесской, они, сами того не понимая, они предугадали настоящую Богородицу, которой есть Мария, Мариан, Мария, Матерь Иисуса Христа. И якобы наши предки далекие строят великий храм, они предугадали настоящую Богородицу, которой есть Мария. К сожалению, эта речь была принята под аплодисменты африканцами, которые были очень рады вот такому повороту события. И единогласное было постановлено на этом соборе 22 июня. Так и так, молиться должно, можно и должно не только Богу, но и Марии, и ближайшим ученикам Иисуса Христа, по крайней мере, святым. Но лиха беда начала. Уже через 20 лет после этого собора, в 51 году, уже было само собой разумеющимся для отцов собора помолиться и какому-то из мучеников или мучениц. Уже шла речь о десятках святых, которым молились. Прошло столетие, и уже в VI столетии, во времена строительства Софии Киевской, уже молились тысячам святых. Как снежный ком росло это нечестие. Но снежок первый скатали тогда, в 431 году. Вы скажете, а как же отцы другие? И было следующее. 26 июня прибыли все остальные делегаты. Патриарх, ну, были патриархи какие? Константинопольский. Прибыл именно во главе делегации был патриарх Антиохийский, Иоанн Антиохийский, патриарх Иерусалимский и Антиохийская и Иерусалимская школа богословного представлена. Приехали другие отцы. Они были в шоке. Им сказали, господа, мы уже все решили, обсудили, ознакомьтесь и подпишите, и расстанемся с миром. Это было очень великой наглостью. Не ожидали такой подлости от Кирилла, но знали, что он такой, не чистоплотный на руку, но не до такой же степени, чтобы нарушить все правила, все регламенты соборов Сиренского и прочее. Но даже беглого ознакомления достаточно было, чтобы понять приехавшим патриархам и епископам, что это откровенная ересь. Кирилл наотрез отказался пересматривать вопрос. Он заявил, что решили, то и решили. Все. Кто не успел, тот опоздал. Мы без вас сами провели весь этот собор. Лишь некоторые из африканских делегатов, они пришли посмотреть на этот собор, который состоялся 26 июня. Потому что приехавшие отцы церкви тут же, 26 июня, решили провести новое заседание собора. 26 июня совершился второй, третий собор, получается. И на этом соборе были спикеры и патриархи, и макрополиты, и епископы, и греческая церковь прибывшие. И они заявили, что решение африканского собора, этого 22 июня, является откровеннейшей ересью. Один из спикеров во главе этого собора был, председателем его был патриарх Иоанн, Иоанн Атехийский, позже репрессированный. Кстати, все остальные участники этого собора были также репрессированы. Большинство из них были убиты или же были сосланы впоследствии в Уазис Нибис, где скончался также патриарх Несторий и другие макрополиты, епископы. Фактически вся школа Антехийская и большей частью Иерусалимской школы богословия были разорены, просто физически истреблены. Сотни епископов, священников, диагонов, очень разных священных службей были репрессированы. Почему? Потому что их решения были на библейских позициях. Потому что патриарх Кирилл из Африки, африканский патриарх, это лжеучитель, он заручился поддержкой императора, а тому и на руку было смешание с язычеством. Ожидание было уже, заказ политический был на смешание христианства с язычеством. И это произошло. Один из спикеров конференции 26 июня, Анастасий, представитель Константинопольского патриархата, выразился очень радикально, конечно. Он заявил, зачитывая решение Африканского собора 22 июня, он заявил, что в решениях собора 22 июня, ссылки как раз на то, что ангелы открывали в пустынях отцам подобную информацию. Он заявил из послания Павла, что если мы, говорит, или даже ангел принесет другое благовестие, то будет анафема. И было отцами собора единогласно признано, что да, на соборе 22 июня серьезная анафема. На решениях собора 22 июня серьезная анафема, потому что они приняли благовестие ангелов, которые прямо противоречат тому, что говорит Библия, тому, что знали христиане первых четырех столетий. Африканцы не унимались. То есть пришедшие делегаты африканские посмотреть на этот собор заявили свой протест, сказали, что христианство, оно обновляется. Что, несмотря на то, что первых четырех столетий не было такого, но все изменяется, как бы, что вспоминали слова отцов церкви Киприана, африканского лидера карфагенского, который говорил, что экклезия сэмпер реформанда, церковь всегда реформируется, обновляется. То есть это есть реформация, обновление церкви. Как бы, не знали первых четырех столетий, но теперь пришло время узнать христианам другую правду. Но я скажу сразу, чтобы рассеять всякие сомнения, что слова карфагенского архиепископа Киприана были выдернуты из контекста. В контексте слова Киприана карфагенского, да, они буквально звучат так, экклезия сэмпер реформанда, церковь всегда реформируется. Но в контексте своей проповеди он имел в виду не выдумывание чего-то нового, а как раз он в своей проповеди как раз утверждал, что истинно в Иисусе Христе, что ни в комонном нет спасения, он утверждал, что есть Божье Слово, Библия, для всех христиан. Он не считал, что есть, ну как бы, реформация, как порча церкви. Но африканцы с Кириллом во главе, они поняли реформацию, как именно порчу церкви. Кирилл так... Хорошо. Скажу, что на соборе 26 июня и 22 июня были приняты диаметрально противоположные решения. А что было потом? Два этих решения легли на стол к императору. Помните, я вчера говорил про цезарь и попизм? Что на первом и втором вселенском соборе не было принято таких доктринальных, таких еретических учений. То есть вероучительно оставались они на библейских позициях. Ну, почти на библейских позициях. Но, дело в том, что самая главная ошибка этих двух соборов была в цезарь и попизме. Что они дали правление в церкви государю-императору. Сильным веком сего. И именно на третьем соборе это сыграло роковую роль. Потому что именно император Феодосий II взял на себя полномочия руководителя церкви. Раз в церкви диаметрально противоположное мнение. Раз два собора разделилось. Я, как император, принимаю решение. Он оставил за собой право судьи. И он оставил ночь на размышления себе. И на утро он обещал объявить, чье же мнение станет обязательным для всех христиан по всей вселенной. Представьте себе. Какой кошмар. Но, все было уже заранее ясно. Это были выборы без выборов. Дело в том, что за казенные денежки, африканские, тысячи делегатов африканских, были переправлены в Константинополь. Которые всю ночь организовали факельные шествия по центру столицы. Выкрикивая, Пресвятая Богородица, спасай нас. Помогай нам, Богородица. Часами кричали одно и то же. Жители столицы были в шоке, в ужасе. Они не могли спать. Всю ночь факельные шествия. Всю ночь скандировали тысячи делегатов, монахов. Которые проживали уже несколько дней к тому времени в столице, в Константинополе. За казенные деньги были доставлены. И обратно потом в Африку препровождены. Но не все. Многие из них потом заняли кафедры. Епископские. Потому что император наутро к радости этой тысячной толпы. Потому что жители столицы за редким исключением. По сути проигнорировали вот это все манифестацию. То есть это все было организовано властями. Это и факельное шествие. И что монахи нам прибыли и так кричали. К радости толпы этой император утром выйдя провозгласил. Что он подумал, помолился и принял решение. Признать решение 22 июня собора каноничными, обязательными для всех. И впервые в истории после этой бурной ночи провозглашений Пресвятая Богородица спасай нас. Официально во всех церквях столицы. Ну по крайней мере так об этом и пишут. Впервые в истории христианства молились уже не Богу. Ну Богу, само собой как бы молились. Но молились уже не только Богу. Но молились Богородице и помолились апостолам святым. Это было катастрофой. Те священники, что отказывались совершать такие службы, молитвы, их тут же арестовывали. Отправляли в тюрьмы. Начались репрессии, аресты. И не только в столице, не только в округе столичном. Нет, по всей империи. Ну на востоке по крайней мере. На запад это потом пришло, чуть позже. Потому что папа римский выбрал позицию такую выжидательную. Ча перевесит. Что будет дальше? Было очень еще двое на двое. Знаете ли, сказано. Потому что была и оппозиция очень мощная в церкви. Но оппозиция была задавлена. Тысячи священнослужителей по всей восточной части империи были арестованы. Патриархи, митрополиты, епископы. Сотни кафедр пустовали. То есть не было епископов. На их места поставили монахов. Большей частью невежественных. Не знавших писаний. Или знавших, то по крайней мере пренебрегавших писаниями. Которые свой мистический опыт или опыт откровения своих мистических ставили выше откровения Бога. И это было началом великой катастрофы. Господа. Кстати. Не только были арестованы руководители церквей. Пастыри, епископы. Значит патриархи. Но им ставились, им обвинения предъявлялись в политической измене. Потому что император принял решение. И не слушаться его решения означало не только религиозное преступление уже, но и политическое преступление. Потому что он не только руководитель церкви, но и руководитель государства. И поэтому его не послушается не только вопрос веры. Не просто вопрос религии, а вопрос политики. Потому как император был озабочен единообразием его империи. Я расскажу одну историю. Патриарха Нестория. Я не хочу быть его адвокатом. Наверняка были проблемы этого человека. Некоторые вероучительные. Хотя немецкие историки сегодня после некоторых открытий археологии с него обвинения снимают вероучительного характера. Патриарх Несторий был припровожден в одну из самых опасных, тогда страшных тюрем. Это в оазисе Нибис в Верхнем Египте находилась тюрьма. Здесь лежались особо опасные политические и религиозные преступники. Выйти оттуда бежать было невозможно. Посмотрите пустыни, маленький оазис. И только лишь с караваном можно было оттуда отбыть. Но каждый год туда к патриарху и к некоторым епископам, которые были возле него, приходило письмо от императора на протяжении, я не помню, по-моему, 10 или 11 лет. Еще все это продолжалось. После уже собора. После ареста и после заключения. И предлагалось подписать решение 22 июня. В случае подписания император обещал восстановление в должностях, привилегий, льгот и прочее. В случае отказа люди оставались простыми рабами на каменоломнях. Патриарх в истории был человеком уже престарелым. Далеко не молодым. Хотя он был очень крепкий и физический человек. Об этом все пишут. Здоровый и крепкий физический человек. Но он был уже надумлен в этих каменоломнях. Но представьте себе, его дворец, который у него отобрали, мало чем уступал по размерам и величию дворцу императора. Сотни всяких слуг и помощников и, знаете ли, такая небедная, далеко не бедная старость такая, да, и почет, и уважение. Но он променял все это на то, чтобы умереть простым рабом там в каменоломне. Но так и до конца своих лет, он так и умер там в этих каменоломнях, в этом уазе Синибис. Значит, он так и умер, не подписав решение 22 июня. И вместе с ним не подписали другие епископы, потому что там умерли, там в уазе Синибис. Кстати, там есть древнекоптская церковь, рассказывает, что это были ученики, значит, не история. Но это легенда, может быть, а может и правда. Так вот, и в Эфиопии, по крайней мере, в Древнем Китае, были церкви в Казахстане, были церкви нестарианские, те, которые отказывались признавать решение 22 июня собора. Но сегодня это уже малоизвестная история. Так вот, и после того самого Третьего Вселенского Собора в Эфиесе, многобожие стало распространяться. Продолжение следует...